Здравствуйте, Формула Здоровья на канале ОТВ, в студии Мария Шматкова. Сегодня мы поговорим об одном из самых больших по площади органов в организме человека. Поговорим сегодня о коже с Марией Полехиной, врачом, дерматологом, косметологом. Здравствуйте, Мария. Мария, кожа, мы как-то не привыкли в повседневности обращать на нее особое внимание. Мы больше прислушиваемся к своему сердцу, к почкам, к легким, к глазам, где-то заболели, где-то у нас температура. Но как-то вот следить за состоянием своей кожи, наверное, это уже приходят пациенты в каких-то самых-самых критических случаях и уже при заболеваниях к вам. Ну да, наверное, просто люди обращают внимание на любой орган чаще всего, когда он заболит. Вот не дай бог случилась какая-нибудь аллергия или крапивница, мы все покрылись красными страшными пупырками, начали чесаться и бежим к дерматологу. Но в принципе люди не говорят об этом, но в первую очередь обращают внимание именно на кожу. Потому что состояние кожи – это зеркало нашего здоровья, это зеркало нашего возраста. И в последнее время очень актуально именно материальное состояние отражает состояние кожи. Потому что люди, которые за собой ухаживают, они, как правило, выглядят очень хорошо. Это как раз та одежка, по которой мы встречаем людей. Какие основные функции у кожи? И расскажите о ней более подробно. Ну, понятно, что вот эта кожа, мы покрыты ею с головы до ног. Это наша такая одежка, оболочка наша. Кожа – очень многофункциональный орган, на самом деле. Действительно, по площади он занимает от полутора до двух метров квадратных. В себе кожа может удерживать до трех литров крови. И, безусловно, самая важная функция – это барьерная. Защищает кожа внутренние органы ткани от внешней среды. Стоит первая на пути проникновения каких-то аллергенов, каких-то агрессивных факторов. И может, благодаря своей функции, поддерживать гомеостаз внутреннего состояния. Терморегуляция, она участвует и в этом. Она участвует в дыхании. Кожа – это орган чувств. Мы с помощью нее чувствуем тактильные ощущения, через себя пропускаем боль, температурные изменения. Все это функции кожи. Кроме этого, кожа вырабатывает витамин D. И в некоторых источниках эта формулировка звучит как эндокринная. И, безусловно, барьер различных, повторюсь, вирусов, бактерий. То есть, это наш защитник. В первую очередь, да. Пограничник. Пограничник. Стоит на границе нашего организма. Ну, и кроме этого, конечно же, люди стали в последнее время очень часто заботиться о внешнем состоянии, о коже. И для того, чтобы о ней заботиться, нужно правильно ухаживать. Не только там использовать какие-то... Но ведь у каждого человека свои особенности. Безусловно. И вот как это все классифицировать и как не навредить своей коже? Как правильно ухаживать, как не навредить, как позаботиться о себе? Безусловно, существуют различные классификации кожи. В дерматологии это одна классификация, в косметологии это, как правило, другая. В основном это все условно. Но, тем не менее, это нормальная кожа. Как правило, у молодых людей до пубертатного периода. Это бархатистая, без различных высыпаний, шелушений, эластичная, упругая. Другая крайность – это жирная кожа. Жирная кожа, как правило, как и любой тип, передается по наследству, безусловно. Отличается тем, что она пористая, с таким характерным сальным блеском, как правило, тусклого цвета. И очень часто расположена к различным высыпаниям, комедонам. Есть комбинированный тип кожи. Это самый частый тип, когда по периферии лица нормальная, а в центре жирная. Есть чувствительная, бывает чувствительная кожа, бывает аллергичная. Это очень много классификаций, конечно же. Но в любом случае повлиять на генетику мы не можем. Она нам передается по наследству. Мы можем повлиять на ее состояние. Как мы будем за ней ухаживать, так она и будет. Что в наших руках? То есть, если мы не говорим о каких-то уже совсем случаях, да, крайностях и аппаратной косметологии, то есть, что вот в наших руках первоначально? Бабушкин рецепт красоты, как обычно, да? Но в первую очередь кожу правильно нужно очищать. И, естественно, очищение зависит от типа кожи. Кроме очищения ее нужно тонизировать, увлажнять, питать или, наоборот, в некоторых ситуациях подсушивать, использовать противовоспалительные средства. Ну, с давних времен за кожей ухаживают. В древние времена использовались различные экстракты растений, какие-то мылящиеся, да, очищающие средства. Безусловно, в домашних условиях можно использовать различные маски. Кремы делать самим достаточно проблематично. А маски можно использовать? Ну, наверное, это и не стоит того, потому что большой выбор, но, опять же, вот большой выбор и огромное предложение, да, оно путает покупателей и людей, да. То есть, непонятно, какой нужно линии отдать предпочтение, что нужно. То есть, может быть, для этого необходимо как-то проконсультироваться в том числе и с врачом-дерматологом, чтобы понимать, какая у тебя кожа, какая тебе линия, где тебе приобрести косметические средства. Ну, вот вы использовали термин «косметическое средство». Вообще, слово «косметик» или «косметик» – это слово греческого происхождения и обозначает оно как «искусство украшать». Поэтому, если, как правило, существует какая-то проблема, мы идем к дерматологу. Если мы заботимся об эстетике, мы идем к косметологу. Ну, слава богу, в последнее время эти две профессии объединились. И очень даже прекрасно существуют вместе. Да. И мы можем прийти с любой проблемой к дерматологу-косметологу, такому специалисту универсальному, и получить любую консультацию. Действительно, лучше консультировать должен специалист. Потому что не можем мы объективно себя оценить зачастую. И концентрируемся не на той проблеме, которая действительно существует. Или выбираем интуитивно неправильные средства. После консультации, как правило, доктор либо визуально, либо с помощью аппаратов диагностических может исследовать, оценить параметры эластичности, влажности, упругости, жирности кожи. Какие-то воспалительные элементы, количество меланина в коже. То есть полностью дать консультацию, какой тип кожи у вас, какие средства нужно использовать, с какой частотой, на что обращать внимание. К сожалению, вымирает, но тем не менее существует до сих пор фармакологическая промышленность, то есть рецепты. Доктор может выписать рецепт, но, как правило, рецепт выписывается действительно в крайней ситуации, когда мы больны. Это всеми любимые болтушки, мази, пасты и так далее. Сейчас большой выбор в аптеках. Можно отдавать предпочтение аптечной косметике. Появилась такая формулировка, как космецевтика. И эстетика, и лечение одновременно. Два в одном. То есть все-таки, если мы выбираем, где приобретать, в фармацевтической среде, либо в масс-маркетах, то, наверное, отдаем предпочтение первой части. То есть в аптечной среде мы приобретаем. Часто, да. Лучше всего. Не могу сказать, что лучше всего, потому что нельзя списывать со счетов клиники косметологии, где именно узко, профессионально занимаются наружными средствами косметические линии. Сейчас передовую позицию занимают японские производители. Они разрабатывают мелкомолекулярные составы, которые действительно проникают через кожу, потому что, как я говорила, кожа очень хороший барьер. И чтобы до дермы, до, собственно, самой функциональной части кожи что-то проникло... То есть еще не каждый крем проникнет. Действительно. Поэтому нужно, наверное, обращать, скорее всего, обращать внимание на профессиональную косметику. Но, тем не менее, допустим, топические стероиды, это глюкокортикостероиды, наши страшные гормоны, которые люди прям очень часто боятся использовать, без них тоже не обойтись. Но их лучше покупать в аптеке. Потому что через кожный путь доставки, он существует, существует давно. Мы используем и противозачаточные пластыри, да, средства, которые содержат гормоны и проникают через кожу. Мы используем те же самые глюкокортикостероиды, гормональные препараты, которые действительно спасают, угнетают воспалительный процесс. И точно так же мы используем гиалуроновую кислоту, которая существует и в наружной форме, и в инъекционной форме. Использовать препараты гиалуроновой кислоты лучше все-таки профессионально, и в любом случае, действительно, либо после консультации специалиста, либо с помощью специалиста. Потому что появились инъекционные методики, которые позволяют донести питательные компоненты через кожу с помощью инъекций. Это стопроцентный путь доставки, стопроцентный эффект. Смотря какая цель, конечно, используется, но тем не менее. Аппараты появились, которые помогают через кожу доставить в дерму транскутанно, доставить микроэлементы, растворы, составы, не повреждая кожный покров. Это как раз для тех, кто очень боится инъекций, допустим. Или существуют какие-то противопоказания объективные. Но я так понимаю, все эти средства, все эти аппараты появились вследствие того, что люди не хотят стареть, они хотят все молодеть-молодеть. И все это способствует омоложению кожи и уходу за ней. Да, действительно. Потому что понятие об эстетике с каждым годом, с каждым десятилетием, оно трансформируется. И раньше это были одни стандарты, сейчас это совсем другие стандарты красоты. Безусловно, сказать, что косметология развивается, не знаю, геометрическая прогрессия, это, наверное, даже ничего не сказать. Очень активно. И это, кроме активности, действительно эффективно. Люди стали хорошо выглядеть, стали обращать внимание на свой внешний вид. Благодаря, тем не менее, и косметологии. Нельзя упускать общий подход к коже. Поскольку это все-таки зеркало внутреннего состояния, безусловно, в эстетическом состоянии кожи участвуют и диетологи, и гастроэнтерологи, и эндокринологи, и вирусологи в том числе. Потому что, кроме типов кожи, у нас бывают различные новообразования на ней. И зачастую это результат вирусных инфекций. Кроме стандартных кератом или, не дай бог, каких-то онкологических заболеваний. Что должно насторожить человека, когда он смотрит на свою кожу, что-то увидел, его должно это насторожить, и он сиюминутно, либо на следующий день, все-таки должен обратиться к специалисту. Главное не паниковать. Лучше пускай насторожиться, чем запаникует. Поскольку, как правило, какие-то родинки, вот такое общепринятое понятие, они у нас с рождения. И вдруг появляются какие-то новые образования на кистях рук, или на стопах, или где-то на туловище, или где-то на лице. И, опять же, не обойтись без помощи специалиста. То есть, смотреть, наблюдать, ждать, пока это вырастет, или если пропадет, ну, это в лучшем случае. Бежать в аптеку, заниматься самолечением, самоудалением, это не очень хорошо. Вот, безусловно, специалист визуально, с помощью различной, опять же, аппаратуры, дерматоскопов, все это оценит и даст рекомендации удалять, не удалять, наблюдать. Снимет вашу настороженность, вылечит, спасет. Скажешь, что все хорошо, просто правильно питайтесь, больше отдыхайте, и ваша кожа платит вам всем только хорошим. Будет хорошо выглядеть. Именно так. С какого возраста, Мария, нужно начинать интенсивный уход за кожей? То есть, применять средства, и дальше, там, если нужны аппараты, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, уходом за кожей начинается с самого рождения, прям с самых минут. Акушеры-гинекологи очень много на эту тему литературы издают. Деток обязательно обрабатывают после того, как они родились. Там, первородную смазку снимают, обрабатывают глаза. Это все уже тоже относится к уходам. Потом, когда ребенок развивается, мы используем различные, как правило, увлажняющие средства. Помогаем адаптироваться новорожденной новенькой коже к окружающей среде. А потом, там, буквально через несколько недель в течение первого месяца, как правило, уход за кожей сходит на нет. Потому что она у детей, у здоровых деток, розовая, приятная, бархатная. Все так прекрасно. Начинается пубертатный период. Вот в пубертатном периоде манифестация различных проблем. Как правило, это акне, какие-то высыпания. Если, не дай бог, повезло подцепить какие-то контагиозные заболевания, та же чесотка, лишай. Бежим к дерматологу, лечимся. А вот после 25, ближе к 30, мы уже начинаем, конечно, бороться с процессами увядания. Это неизбежно. Кожа действительно увядает. Если посмотреть... Она увядает только потому, что ей не хватает влаги, недостаточно этой воды. Или все-таки есть какие-то другие... Биологические часы текут. То есть мы рождаемся и уже с первых минут начинаем умирать. Ну, практически. Как это бы не близко. Жизнь вредна, да, от нее умирают. Именно так. Ну, существуют биологические часы, да. На это тоже очень много... Именно на скорость этого циферблата много влияет факторов. Экзогенные, эндогенные, генетические, нервные стрессы, мегаполис и так далее. Об этом можно бесконечно говорить. Но, тем не менее, где-то с 25, как правило, в первую очередь, женщины начинают задумываться. Даже если повезет. И вы до 45 лет не обращались ни к косметологу, ни к эстетисту, да, по каким-то там минимальным морщинкам. Потому что, как правило, настораживают морщины, мимика, сухость кожи, какие-то неровности, проблемы с ровным цветом. В любом случае, наступает климактерический период, особенно у женщин. Потому что кожа гормонально зависимый орган. И как ни крути, придется что-то делать, предпринимать какие-то меры. И в помощь приходят инъекционные методики, наружные активные кремы с фитоэстрогенами. Ну и пластические хирурги, безусловно, помогают. Ну, вот мне кажется, чтобы как-то избежать особенно последнего, пластического все-таки ножа, да, не ложиться под нож, чтобы вернуть себе былую молодость и красоту, наверное, стоит уже где-то вот как-то с 25 лет заниматься профилактикой, чтобы продлить прекрасное состояние и сияние. И обойтись без хирургии. Ну, к этому я, собственно, и пытаюсь всех склонить, своих пациентов, своих клиентов. Поскольку все-таки профилактика старения – это лучше, чем антиэйдж-терапия. И поэтому после 25 лет лучше какие-то нюансы замечать и предпринимать какие-то меры. Кроме лица, поскольку кожа достаточно большой по площади органа, не надо забывать о коже тела. Тоже касается и мужчин, безусловно. Поэтому все-таки ухоженные люди, молодые, энергичные – это намного интереснее, правда, чем сморщенные бабушки и дедушки, у которых, кстати, страдает адаптация социальная. Очень много психосоматических заболеваний развивается. Если человек плохо выглядит, то он социально неадаптированный. И, к сожалению, наше общество, несмотря на активное образование, прогресс и науки, и техники, и всего-всего, очень много информации не может человек в большей своей массе фильтровать адекватно. Люди дикие. И если так случилось, что у какого-то человека, допустим, сряз, то с ним никто не хочет рядом стоять, даже на пляже. Это неправильно. Поэтому нужно информировать. Нужно как можно… Ну, потому что это не инфекционное заболевание. Нет, не инфекционное, в том-то и дело. А люди дикие до сих пор. И точно так же, если мужчина или женщина плохо выглядит, не дай бог у него какие-то высыпания, он может не найти работу. Все отворачиваются, начинают судачить, обсуждать. Но чтобы этого не происходило, лучше за собой ухаживать. Существует еще такая частая проблема в моей практике, как гипергидроз. Как я говорила, кожа – орган, который участвует в выделении и в дыхании. И одна из функций выделения – это потовыделение, потоотделение. По всей площади кожи существуют железы, которые участвуют в потоотделении. Но какая-то концентрация, не буду углубляться в анатомию, в подмышечных областях, на ладонях, на подошвах – основная часть потоотделения. И у подростков, у взрослых людей существует такая проблема, как гипергидроз, когда люди очень активно потеют. Вплоть до того, что в покое капает с рук, капает жидкость с ног, подмышки. Они очень комплексуют. Опять же, слава Богу, уже изобрели средства, которые помогают избавиться от этой проблемы. Кроме древних-древних растворов с формалином, очень смешно, да, трупы не потеют, но тем не менее, формалин использовался издревле. Для того, чтобы избавиться от избыточного потоотделения, сейчас существует ботулотоксин, который, как заместительный медиатор встраивается, блокирует ацетилхолин, и человек не потеет. И самое большое заблуждение, что, наверное, это вредно. Если я уколол себе подмышки, значит, я начну потеть активно кожей головы. Нет, это неправильно. И также нормальное состояние физическое, если человек избавился от гипергидроза, очень хорошо себя чувствует, находит работу. То есть все-таки кожа – это не только защитник, она нам по жизни помогает. Да. И защищает еще и помогает в обществе как-то найти свое достойное место. Мария, я предлагаю сейчас немножко подытожить наш весь большой разговор и несколько правил для наших зрителей, чтобы они все-таки более внимательно относились и любили себя. В первую очередь надо вовремя обращать внимание на состояние кожи, потому что можно не пропустить какую-то манифестацию заболевания, можно вовремя не пропустить начинающиеся процессы увядания, правильно ухаживать, использовать наружные средства, приходить, не бояться на консультации к специалистам и не отрицать действительно достижения современной медицины, современной косметологии, потому что все это разработали неглупые люди для того, чтобы помочь человеку. И будьте здоровы, счастливы и берегите себя. И сохраняйте свою красоту. Это была программа «Формула здоровья». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин